Привет всем! Тема этого видео – ошибка 5885 и 5887. Вещание проблемы, причины. Машина не едет. Коротко хочу рассказать об случае, который случился с моим другом. И ее опыт, наверное, многим пригодится. Начались проблемы с ее машиной Honda Fit 2003 года. На холодном, при переключении на скорости Т, машина не трогалась с места. Машина просто не ехала на холодную, кручая драйв. Нужно было подождать несколько минут, когда чуть двигатель прогреется. Потом, при переключении на скорости Т, уже можно было почувствовать, что машина тронется. Ощущалось схватывание, поддергивание. Отпускал тормоз, нажимал на газ, и машина начинала ехать уже нормально. Однажды он мне рассказал об этом проблеме. Сказал, что был в Матерской, и там объяснили, что с большой вероятностью причина в задних катушках зажигания. Я был удивлен, при чем тут вообще катушки зажигания. Предложил продиагностировать машину, и были выявлены следующие ошибки. Также, начали копать в интернете, и были выявлены причины такого типа поведения машины. Суть этой ошибки неисправилась с вариаторной коробкой передач. Можно встретить еще и другое объяснение. Короткое замыкание цепи, татчика, частоты вращения ведущего шкива. Первое, на что нужно обращать внимание, это то, что в этих коробках слабое место. Это маховик. Но не тот, что прикручен к коленвалу ДВС, а тот, что стоит на коробке. Его называют публиком, или гидротрансформатором. Ссылку на сайте оставлю ниже, под видео. Есть еще другой вариант причины такой поломки. Это датчики скорости. Такие датчики на этих машинах два. Передней скорости и задней скорости. Достаточно заменить передний датчик, если машина не ездит вперед, и станет ясно, виновен датчик или нет. Но, к счастью, до этого дела не дошло. На следующий день в мастерской у специалиста появилось свободное время, и они позвонили подвезти машину к ним. Когда сняли катушки с сожигания с внутренней стороны на двигателе, сразу стало ясно, что они плачевно в состоянии. Катушки с сожиганием на этом машине восемь. Четыре из них установлены с передней стороны на двигатель, а четыре установлены на заднюю сторону. Двигатель явно не восьмицилиндровый, но, по видимости, четыре передние установлены на паршни, а четыре задние выполняют еще какие-то функции. Прошу прощения, я не углубился в этом вопросе. Как только заменили задние две катушки, машина начала нормально работать. Видно, у этих мастеров был опыт. Наверное, такое случается на этих машинах, и виновником часто оказываются задние катушки с сожиганием. По вероятности, эти катушки взаимодействуют электрической цепи вариатора. Вот я рассказал об основных три причинах ошибки ПИИ-1885, когда машина не ездит, не трогается с места. Если кто знает еще другие причины, прошу написать в комментариях ниже. Это будет полезно для всех посетителей, и мы будем все благодарны вам. Вот такая история была, друзья. Может, кому-то это видео поможет. Сейчас хочу попрощаться, и прошу подписаться на канал, и вставить лайк, если видео было интересным и полезным для вас.